Десна ТВ Незаконный сбыт оружия в Гагарине Сводка криминальной обстановки в городе А сейчас об этих и других событиях подробнее. Смоленская атомная электростанция победила в региональном этапе федерального конкурса Российская организация высокой социальной эффективности 2017. Предприятие стало победителем в номинации за развитие социального партнерства в организациях производственной сферы. Экспертная комиссия дала высокую оценку системе взаимоотношений работодателя и профсоюза, которая строится на Смоленской АЭС по принципу единой команды. Действует коллективный договор. Работники обеспечиваются социальными гарантиями, льготами и компенсациями. Внедряются новые перспективные формы социальных программ. Среди победителей и призеров регионального этапа конкурса есть еще несколько предприятий Десногорска. В разных номинациях отмечены Акционерное общество Атомтранс, Общество с ограниченной ответственностью Сайдсервис, Муниципальное бюджетное учреждение, Служба благоустройства. И еще в прошедшем году Смоленская атомная электростанция выделила более 173 миллионов рублей на охрану окружающей среды. Эти средства были направлены на охрану атмосферного воздуха и водных объектов, а также другие мероприятия. Подробно с природоохранной деятельностью Смоленская АЭС познакомила общественность Десногорска 18 октября на публичной презентации экологического отчета. В связи с установлением дождливой погоды и снижением среднесуточных температур пожароопасный сезон на территории Смоленской области объявлен закрытым. Протяженность сезона в нынешнем году составила 189 календарных дней. За это время в регионе произошел всего один лесной пожар в Шумяческом лесничестве площадью менее одного гектара. О том, с каким результатом завершился пожароопасный сезон у нас в городе, смотрите далее. За прошедшие 9 месяцев на территории Десногорска зарегистрировано 9 пожаров. Гибели людей в этих случаях не допущено. Травмы различной степени тяжести получил один человек. Местами возникновения возгорания явились в шести случаях здания и помещения жилого сектора. В трех случаях горели транспортные средства. Основными причинами возникновения пожаров явились нарушение права устройства и эксплуатации печей и дымоходов – 4 пожара, неосторожное обращение с огнем – 2 пожара, неисправность деталей узлов механизмов транспортного средства – 2 пожара и поджог – 1 случай. Инспекторским составом было проведено 8 плановых и 2 внеплановые проверки. За нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 10 физических лиц. Нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью людей, при проверках не выявлено. В Смоленской области привили от гриппа более 307 тысяч человек. Управление Роспотребнадзора по Смоленской области напоминает, что прививочная кампания против гриппа продлится до 27 октября. За счет средств областного бюджета и работодателей привито более 1300 человек. Поствакцинальные осложнения при проведении прививок не регистрировались. В Десногорске работает совместный проект «Любимый город». Для его реализации концерн «Росэнергоатом» выделил средства. Руководство города и администрация «Смоленская АЭС» провели мониторинг проблем благоустройства города. По результатам обследования была составлена дорожная карта и распределены средства. Одним из объектов этой программы стала дорога внутри садоводческого товарищества «Десна» на первом и втором полях в Кукуевке. В нашем сюжете мы расскажем вам о том, как садоводы участвуют в проекте «Любимый город». 20 октября в зале музыкальной школы прошло собрание уличных уполномоченных садоводческого товарищества «Десна», в которые входят первое и второе поля в Кукуевке. Мы уже рассказывали вам, как дружно садоводы провели весенний экологический субботик на своей территории. На собрании в повестке дня было два основных вопроса. Как бороться со злостными неплательщиками за электричество и как контролировать качество ремонтных работ на дороге внутри территории товарищества. Большая задолженность садоводов за электроэнергию в собрании признана недоработкой уличкомов. Правление товарищества предоставило уполномоченным списки должников для того, чтобы они уведомили соседей, что после 30 октября неплательщики будут отключены от сети электроснабжения и за повторное подключение им придется платить деньги. Такое решение приняло уполномоченное собрание. По вопросу о качестве ремонта дороги было решено создать комиссию из трех человек, чтобы помочь администрации города контролировать работу дорожников. Членам комиссии выдали удостоверение и направили с визитом к главе администрации Андрею Шубину с инициативными предложениями. В Смоленской справительной колонии номер два побывал с визитом представитель посольства Республики Колумбия в Российской Федерации. Целью визита советника стала встреча с отбывающим наказанием в учреждении гражданином этой страны Родригесом Фабио Рикардо. Встреча прошла в присутствии заместителя начальника учреждения Павла Меркушева. Гость интересовался материально-бытовыми условиями содержания в исправительном учреждении, а также медицинским обслуживанием. Всего в исправительных учреждениях Смоленской области на сегодняшний день содержится 385 иностранцев. В основном это граждане бывших республик Советского Союза. Житель Гагаринского района, ранее неоднократно судимый за разбой и убийство, промышлял торговлей оружием. Подробности далее. Полицейские задержали 39-летнего жителя Гагаринского района с поличным после очередной сделки по сбыту оружия. Как выяснили сотрудники полиции, мужчина сбывал трофеи времен Великой Отечественной войны, который находил путем раскопок. В ходе следствия выяснилось, что за ним числятся три факта незаконного сбыта боевого оружия. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. За данное деяние ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Расследование уголовного дела продолжается. В Рослевле первоклассников посвятили в пешеходы. Праздник был организован сотрудниками ГИБДД в Доме культуры. Школьники, которые уже стали юными инспекторами дорожного движения, передавали свой опыт первоклассникам. Юные пешеходы отгадывали загадки и отвечали на вопросы, посвященные безопасности движения. Такое посвящение, по мнению сотрудников дорожной полиции, приобщает ребят к правильному поведению вблизи проезжей части и на дороге. О событиях и происшествиях, которые произошли в Десногорске на минувшей неделе, нам расскажет помощник начальника отдела МВД России по городу Десногорску Сергей Чулков. В течение прошедшей недели в отдел Министерства внутренних дел по городу Десногорску поступило 123 сообщения и заявления, из которых 9 телесные повреждения, ДТП с техническими повреждениями 7, прочие 104. Раскрыто ранее совершенных преступлений одно. Выявлено 111 административных правонарушений, из которых за нарушение правил дорожного движения 92 административных протокола, в том числе одно в состоянии алкогольного опьянения, антиалкогольные статьи 11. Субтитры создавал DimaTorzok